мерзкими дорогами, которые никак не свидетельствуют о величии нашей страны, а свидетельствуют о том, что России нет двух городов, соединенных автобанами. Какая в задницу великая держава, страна третьего мира? И попробуйте привести аргумент контра. Двух городов нет, соединенных автобанами. Гитлер за 12 лет вывел страну из кризиса, покрыл автобанами, создал материнский капитал, разогнал профсоюзы, расстрелял 12 миллионов евреев, заварил заварушку кровавую вообще на весь мир за 12 лет. У нас Путину власти 20 лет. Ну не 20, там 18, 18 год. Где хотя бы один автобанцы, имеющий хотя бы два города? У нас почти 90 субъектов федерации. 20 дворцов себе построить он сумел. На слова Дмитрия, мне хотелось бы сравнить российские несуществующие автобаны с реальными существующими немецкими автобанами. Просто потому, что я здесь живу, поэтому мне это ближе и кое-какая информация у меня есть. Для начала сухие цифры. Итак, сеть немецких автобанов сейчас составляет 12 900 километров. По данным Министерства транспорта, с момента воссоединения Германии с восточной частью к ФРГ прибавилось 2371 километр. Протяженность автомобильных дорог федерального значения, то есть не автобанов, а просто дорог так называемых бундиков, составляет 39 600 километров. И муниципальных округов 91 800 километров. То есть нет ни одного населенного пункта в Германии, к какому бы не подходила дорога, как правило, очень хорошего качества. Специальные дорожки для велосипедистов вдоль федеральных и окружных автомобильных дорог протяжнулись в Германии на 60 000 километров. А теперь самое интересное, после всех этих цифр, если вы еще пока не оценили, что к чему, самая интересная цифра. Германия меньше России в 47 раз. То есть эта страна почти в 50 раз меньше России, и у нее только велосипедных дорожек 60 000 километров. И 13 000 километров автобанов. Всего в Германии больше 120 автобанов. Почему больше? Потому что эти цифры каждый год меняются, автобаны прибавляются, расширяются, либо соединяются. На данный момент, по данным Министерства транспорта, 123 автобана в Германии. Первый автобан был построен в 1932 году при Гитлере. Это действительно так. Он соединил Кёльн и Берлин. Эта дорога существует до сих пор. Она идет под номером А-555. Немножко не дотянуло до 666. Правда, дорога, конечно, по-прежнему хорошего качества. Это был первый автобан. Кстати, в 1932 году, я еще раз повторяю, где была разрешена скорость до 100 километров в час. Уже тогда. По данным немецких властей, с 2001 по 2015 год на строительство новых, расширение старых, а также ремонт федеральных дорог было потрачено около 32 миллиардов евро. Германия занимает первое место в Европе по качеству аутошильдов, то есть дорожных знаков. Они стоят на пути всего следования беспрерывно, то есть каждые 100-200 метров вы будете получать какую-то информацию. Естественно, там будет указан и номер дороги, и номер автобана, и следующий съезд, аусфарт. Или, например, такие вещи, как туалет, или парковка, или заправка. Через какое количество километров эта заправка вам встретится. Но не только это, но и рядом, через какое количество будет следующая заправка. То есть, скажем, если вы едете, и вы раздумаете остановиться вам на этой или на следующей, вас заранее предупредят, стоит ли вам делать так или ехать дальше. Так называемые места отдыха на протяжении автобана могут быть разные. Это может быть и просто стол, скамейка, например, где вы можете сами позавтракать, размяться или отдохнуть, прогуляться со своей собакой. Это могут быть места, естественно, с туалетом. Это могут быть Аутохофы и Раштетты. Они отличаются друг от друга. Если в первом случае Аутохоф – это заправочная с рестораном, то Раштетты – это ресторан с заправочной. Это имеет в Германии значение. Во втором случае вас ждет более качественный ресторан и обязательно, конечно, заправка. Для того, чтобы получить звание Аутохоф от Раштетта, вы, как заведение, должны соответствовать по 130-ти бальной системе, то есть проходить специальный конкурс, где у вас должно соответствовать все. Количество парковочных мест, естественно, наличие туалетов, причем в наше время обязательно туалетов для инвалидов, специальных библи-комнат, где молодые мамы могут переодеть своих детей. Естественно, эти места должны работать 24 часа в сутки, где все 24 часа вам должна быть предоставлена горячая еда за, внимание, небольшие деньги. Например, сейчас на фотографии картинка. Это шницель, помысл, салат, порция салата, хлеб и напиток. К вам обойдется 10-12 евро. Туалеты почти везде в Германии на аутобанах. Это бесплатные туалеты. Их тоже проверяют. Но бывает в Раштеттах и Аутохофах туалеты платные. Но в данном случае нужно смотреть, что талончик, который вы получаете при этом до 50-70 центов, иногда 1 евро, это не просто талончик, его не нужно выбрасывать. Если вы подниметесь наверх в Раштетта, то вы можете, покупая какую-то вещь там же, вам вернут эти деньги снова. То есть не выбрасывайте просто, купите, я не знаю, газетку или что там, сладости какие-то. На всех немецких автобанах работают патрульные полицейские машины, дорожная служба. Как правило, это машины, не снабженные специальными знаками, то есть это не полицейские машины, а самые обыкновенные машины, находящиеся в общем потоке и наблюдающие за тем, как происходит движение. И если вы делаете что-то не так, можете не удивляться, что на каком-нибудь крутом Ауде сзади вас или впереди вас может появиться табличка Halt Polizei, значит, что что-то вы делали не так. Сопротивляться или отрываться от полицейских на немецких автобанах – это бесполезное занятие, потому что все полицейские машины снабжены специальными мощными моторами. Можно, например, встретить в качестве дорожной полиции Porsche 911 или какой-нибудь Mustang. Поэтому поиграться, конечно, можете, но шансов вообще никаких нет в этом случае. Контроль производится очень конкретный, очень серьезный, помимо того, что, естественно, есть фотоаппараты, естественно, есть различные ограничители. И даже на больших шильдах, где указывается скорость, там существуют специальные датчики, которые контролируют поток движения, насыщенность этого движения. И если предполагается пробка, и, например, так получается, что больше обычного идет машин, то они автоматически начинают снижать скорость. Или, скажем, для тех, кто находится в крайне правом ряду, это грузовые большие автомобили, для них зажигается ограничение, невозможность обгона для того, чтобы они перестали перестраиваться на среднюю полосу, и тем самым движение более-менее смогло распределиться, и не было создано искусственно штабу. Скорость на немецких автобанах 130 предусмотрена, но очень много мест, где стоит знак «Конец ограничения», соответственно, там может быть любая скорость. Осталось только добавить, что автобаны в Германии бесплатны. Кто путешествовал по Европе, те знают, что Испания, Италия, Франция, и везде вы вынуждены платить за пользование автобанов в Германии нет. Единственные, кто платит за автобан, это большие тяжелые грузовики, то есть фуры для всех остальных бесплатно. Дело в том, что 80% с цены на бензин в Германии идет как раз на финансирование вот этого дорогого удовольствия. Строительство одного километра автобана в Германии стоит больше 20 миллионов евро. И тем не менее немцы это делают, они гордятся своими дорогами. Я думаю, что на данном историческом этапе развития человечества трудно представить себе что-то еще лучшего качества, покрытие самих дорог, лучшего освещения ночного, лучшей защиты от животных, с лучшим контролем, с лучшим сервисом всего того, что предлагает немецкий автобан. Но мне кажется, вообще ничего невозможно найти в мире соответственно этому. При этом, что немцы заправляются не самым дорогим бензином в Европе, а пользуются дорогами самого высшего качества. На этом, пожалуй, и все. Просто приезжайте в Германию и сами оценить это. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok